Доброе утро! Спасибо, Верка, что пришли. Во-вторых, давайте разберемся с грустным вопросом. Страшным вопросом. Лично для меня. Молодежь у нас до какого возраста определяется? Ну, знаете, об этом долго спорили и пришли к выводу, что молодежь все-таки до 30 лет. Какие были еще варианты? С 18 до 30, да. Ну, до 27 нам рассказывают, что молодежь... Мы считаем, что на Урале люди живут чуть дольше, они более молодые, у нас свежо, и поэтому мы считаем до 30. Мы говорим об аудитории форума Евразия в 2016, в том числе. То есть молодые люди от 18 до 30 собираются на такую двухдневную, не побоюсь этого слова, пати. Крутое это слово. Крутое это слово, да. Можно сказать. И вот давайте разберемся, чем же они там занимаются. Расскажу, наверное, я. Как вообще строится у нас форум? Это изначально у нас будут панельные дискуссии, что 7, так и 8 числа, которые задают основную тему форума. Это новая городская среда уральских городов. Первый день у нас из спикеров будут это Александр Тамкевич, это экс-арт-директор дизайн-флакон, дизайн-завод-флакон и исполнительный директор «Стрелки» Ольга Полищук. Первый день, то есть они у нас очень активно задают эту тему. Второй день у нас пока спикеры держатся в секрете. Мы обязательно это узнают участники уже непосредственно на форуме. После, как 7, так и 8, после панельных дискуссий начинают, в работу вступают 10 площадок, которые работают как 7, так и 8 по 2 полуторачасовых блока. На этих площадках, то есть принимают участие порядка 40 экспертов, которые в том или ином направлении добились очень хороших успехов, могут этим поделиться и предположить о том, как это будет развиваться дальше в своем виде. Городский ельцин-центр, правильно я понимаю? Да, на площадке. И все пройдет там? Все пройдет там. Вы просто говорите, в главной теме, в городская среда, будет ли это интересно только, не знаю, промышленным дизайнерам, дизайнерам зданий, чего-то еще? Или остальные тоже смогут найти что-то интересное для себя? Немножко неправильно. Немножко неправильно, да. То есть у нас формулировка такая, но городская среда, это же и люди, которые в ней живут. Соответственно, мы как раз упор делаем на том, что ребята, которые там соберутся, они уже, возможно, тоже чего-то добились в той или иной сфере, а может, хотят пойти вообще по другому пути. И как раз этот форум нужен для того, чтобы они продолжили как-то либо развиваться в своем направлении, либо вообще приключиться на другое, с новыми мыслями, новые мысли, идеи и, в общем, развития. На форуме обещают присутствие губернатора Свердловской области. О чем пойдет речь в общении с ним? И вообще, да, зачем, почему эта встреча организовывается? Ну, на форуме вообще молодежь встречается с очень интересными людьми, и мы считаем нашего губернатора одним из интересных гостей, которые придут. Традиционно губернатор к нам приходит, на предыдущем форуме также было общение с молодежью, позволяет ему понять и проблематику молодежи, ответить на интересующие их вопросы, что называется, лицом к лицу, да. И я думаю, что будут заданы самые интересные, неожиданные вопросы, потому что молодежную аудиторию, как мы знаем, очень сложно контролировать. Поэтому будем наблюдать за этим интересным... То есть в свободном формате пойдет общение? Конечно, значит, губернатор будет общаться с молодежью в свободном формате, мы специально приглашаем его в зал, будут задаваться ему вопросы. Вот знаем, что есть условные темы для форума, спорт, блогеры, предприниматели, вот расскажите об этом чуть подробнее. Направлений сейчас в этом году у нас определено 8, по которым, собственно говоря, участники регистрируются на сайте. Про сайт можно сказать? Конечно, можно. Сайт www.euvrasia96.ru, на котором они проходят, и регистрируются 8 направлений. Это политики, журналисты, творческая молодежь, добровольцы-волонтеры, инженеры, IT-специалисты, спортсмены-популяризаторы ЗОЖ, добровольцы-волонтеры, сказала я? Да, сказала я. 8 направлений, да, я как-то, может быть, где-то сбилась. 8 направлений, по которым ребята регистрируются, но уникальность форума в том, что когда они появляются на площадке, панельная дискуссия у нас идет для всей аудитории. Что такое панельная дискуссия? Панельная дискуссия – это когда все-все-все участники собираются в Атроуме Ельцин-Центра, и идет обсуждение как раз на нашу тематику форума. Вот, и уникальность в том, что ребята могут выбрать себе деловую программу по своим интересам. То есть, если это политик, то он не обязательно идти должен именно в политическую зону. Если это там молодой предприниматель, то не обязательно он должен идти общаться с предпринимателем. Они выбирают себе программу по своим интересам. У них есть раздаточный материал, в котором они видят, что на какой площадке сейчас происходит в это время, в этот полуторачасовой блок, и они могут спокойно пойти, допустим, на спортину и так далее. Но сейчас зарегистрироваться, я так понимаю, все еще можно? Да, регистрироваться можно мало того, что сейчас, можно будет регистрироваться во время форума прямо на самом форуме. Регистрация открыта всегда. По паспорту будут пропускать, то есть 31, и все, и не молодежь. Уходи. Мы планируем проверять. Правильно, выборочно будет, это точно не делать. Если человек придет с бородой на молодежный форум, то, конечно, проверьте его. А то эти модные хипстеры, я знаю, что им всем, на самом деле, по 46 лет. А я бы хотела вот о чем спросить. Восьмой год подряд проходит форум молодежи. Есть ли какие-то, ну реально, не знаю, результаты? Может быть, кто-то сменил род деятельности, кто-то благодаря форуму, я не знаю, вырос из предпринимателя в классного крутого бизнесмена. Я отвечу, да. У нас в прошлые годы молодежь представляла свои проекты, которые смотрел губернатор и давал поручения Министерству спорта и молодежной политики, Министерству соцполитики, фонду поддержки предпринимателей и так далее. А с целью поддержки вот этих интересных проектов. Все проекты, они на самом деле туда отбирались. На форум они уже прошли определенные отборы, они уже интересны сами по себе. И почти все из них уже были реализованы. Поэтому в какой-то степени именно такие форумы, это площадки для самореализации молодежи. Круто. Как выбираются выступающие, мне интересно. По какому принципу спикер может претендовать на право выступать перед молодежью? Саша, простая молодежь уже не может претендовать? Вы хотя бы сейчас про красоту туда. На самом деле спикеры, эксперты на площадке выбраны по одному простому принципу. Это люди, которые чего-то уже добились, и причем того, чего они добились, реально сделал очень большой вклад в наш город, Катеринбург. И которые федеральные спикеры приедут, они, собственно говоря, вклад сделали в развитие Москвы. Вот и все. Вот и весь секрет. И очень легко и просто. Регистрироваться все еще можно, если вам до 30. Вот если вам 30 только в субботу, то вы еще вполне можете успеть приехать на молодежный форум Евразия-2016. Итак, организаторы форума Алексей Коробейников и Татьяна Никонова были у нас сегодня в гостях. Рассказали о том, каким образом можно вырастить себя из молодежи уже во взрослого человека с помощью форума. Ну а дальше, Юля, что? А дальше у нас программа события. Передаем слово нашим коллегам, после которых встретимся в этой студии. И разыграем цифровой телевизионный ресивер и комнатную антенну.